Онлайн-спектакли «История о театре» прямо из дома. С началом распространения коронавирусной инфекции областному театру «Кукол» пришлось искать новые форматы, чтобы в такое тяжелое время не оставлять зрителей без искусства. В группах в социальных сетях, а также на официальном сайте выкладывали ролики, снятые актерами из дома. В них они делились своими историями о театре и не только. Вспоминали прошлое и читали произведения русских поэтов. Начали транслировать и спектакли, записанные в те времена, когда про пандемию не было и речи. Однако актерам театра все равно не хватало зрительского отклика и эмоций. Ну, конечно, без зрителей тяжело. Даже когда ты видишь, что спектакли смотрят в записи, это же все равно... Ты радуешься, что тебе комментируют, что люди пишут, что им нравится, что есть отклик. Но при этом, конечно, хочется видеть живого зрителя, живые восторженные глаза зрителя. Но за неимением его живого мы радовались тому, что есть. Просто радовались каждому комментарию, радовались каждому просмотру. Виктория Журилова в областной театр «Кукол» пришла сразу же после колледжа, а работает там всего два года. Рассказывает, главная проблема спектаклей в записи в том, что актеры обычно работают для зрителя, а на камеру пока получается не очень. Именно над этим пришлось долго и скрупулезно работать. По словам Виктории, онлайн-спектакли нужны и самим актерам для развития профессиональных навыков. Я очень много спектаклей не смотрела вживую, потому что какие-то спектакли не шли, ну или мало шли, я не успевала. И я поэтому их просмотрела, то есть для меня это тоже было полезно, посмотреть, как работают ребята. Также свои спектакли я смотрела на себя вот, да, со стороны, понимала то, что ну вот здесь как-то не то, надо что-то переделать там как-то. Ну в основном у меня все было здесь как-то не то, поэтому надо переделать для себя. Ну в общем я поняла, как со стороны я работаю, на себя посмотрела. Вот, и для меня это как бы хороший урок был, то что я вижу какие-то свои ошибки и нужно над этим поработать еще. Сейчас зрительный зал пуст. На креслах куклы и те на социальной дистанции. Однако театр уже готовится снова открыть свои двери для зрителей. Полным ходом идет строительство отдельного входа на малую сцену. Кроме того, готовится и к взаимодействию с актерами драматического театра, которые не так давно остались без своей сцены. На площадках театра «Кукол» они будут показывать постановки малой формы. Спектакли будут играть с сентября по декабрь включительно. Ну что же делать? Должны помогать друг другу. Ничего страшного. Большее количество дней мы не смогли предоставить. Вот получается, это 8, то есть 4 месяца по 2 спектакля, это 8 спектаклей. Но остальные дни коллеги будут работать на других площадках наших учреждений культуры. В области, я знаю, и в других городах, у них много приглашений. Я думаю, что мы в тесноте до него обеда справимся. А репетиции своих спектаклей уже начались. Впереди работа над премьерами. Всего в этом году их планируют 8. Большинство направлено на юного зрителя. И несмотря на то, что в современных реалиях массовые походы школьников и воспитанников детских садов запрещены, театр ждет зрителей. За июль мы должны сделать 3 спектакля. Это 3 разных режиссера, это разные художники, это разные актерские составы. Но тем не менее, работа идет напряженно, потому что цеха у нас одни. И цеха трудятся на все 3 постановки. Потому что художники по свету и звукорежиссеры у нас одни. Композитор у нас один, который сейчас, не покладая рук, трудится над 3 спектаклями подряд. Одна из премьер спектакля для самых маленьких по сказкам Сергея Козлова. Его ставит приглашенный режиссер из Московского детского камерного театра Валерия Баджи. Для Владимирского театра «Кукол» эта постановка уникальная. Впервые в спектакле участвуют только куклы-марионетки на нитях. В исполнении они сложны, но режиссер уверен, сказка для детей будет готова к открытию. Пытаемся сложную философскую сказку рассказать для самых маленьких. Потому что все сказки Сергея Козлова, они не совсем просты. Они все-таки затрагивают очень важные аспекты нашей жизни. И маленький человечек должен уже разбираться в каких-то очень сложных и трудных понятиях. А пока театр закрыт, спектакли можно посмотреть все так же онлайн. Видеоролики сохраняются на официальном сайте театра, а также в социальных сетях. Кроме того, онлайн-показы спектаклей продолжаются и в настоящем времени в 18.00. Трансляции продолжатся до конца месяца. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал, Вариант.